Христос воскресе! Воистину воскресе! В сегодняшний день небо и земля торжествуют. Сказано в Писании, что Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Это послание к римлянам, 4 глава, 25 стих. Я поясню значение этих слов. Когда Христос умер на кресте, то и его враги, и его друзья стали ждать, примет ли Бог Отец эту жертву или нет. И когда на третий день Бог Отец воскресил Своего Сына из мертвых, когда Сам Сын силой ипостасного Божества восстал из гроба действием Духа Святаго, это было свидетельство о том, что жертва за грехи наши и за преступления наши принята. И мы оправдываемся воскресением Иисуса Христа. Он не только умер за наши грехи и преступления, но и воскрес для оправдания нашего. Я напомню значение самого этого слова «оправдание». Это юридический термин «оправдание». Представьте себе, идет суд. Прокурор обвиняет. Адвокат защищает. Судья выносит приговор. Прокурор решение невиновен, оправдан. Оправдан означает абсолютно невиновен. Об этом говорит пророк Исаия. Если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю, как пурпур очищу. У всех на слуху события воскресения Христова. Поэтому сегодня мы поговорим о пяти основных причинах, для чего Христос воскрес из мертвых. В Евангелии от Луки 24 глава 46 стих сказано «Так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Что значит «так надлежало»? То есть все это было в замысле божественного домостроительства нашего спасения. И первая причина, которую мы рассмотрим, почему Христу надлежало воскреснуть, эта причина заключается в том, чтобы засвидетельствовать божественную правосудность. Божественная правосудность защищает тех, кто смирил себя ради Бога. О Христе сказано, что Он смирил себя до смерти и смерти крестной. И смотрите, что говорится в Евангелии от Луки 1, 52. «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Если Христос смирился и смирился до смерти крестной, то Бог Отец, воскресив его из мертвых, засвидетельствовал свою правосудность. Во-вторых, чудо воскресения происходит для того, чтобы наставить нас в вере. И в Священном Писании, второе послание Коринфянам, 13 глава, 4 стих, сказано, «Хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божию». Он жив прежде всего в наших сердцах. Мы верим в воскресшего Христа Иисуса. И в связи с этим можно вспомнить другие слова апостола Павла. Это первое Коринфянам, 15, 14. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша». Таким образом, в воскресении Христовом проповедь наша обретает смысл. Чудом воскресения Христова вера наша обретает подлинное значение. «Ибо Тот, Кто воскрес, Он воскресит и нас, верующих в Него». И мы верим в силу крови Иисуса Христа. Ведь Он и умер за наши грехи, и воскрес для нашего оправдания. Но смотрите, что сказано в Псалтире. Это 29-й Псалом, 10-й стих. «Что пользы в крови моей, то есть в пролитой моей крови, когда я сойду в могилу?» Нет никакой пользы в крови пролитой, если, сойдя в могилу, проливший кровь не воскреснет. Но Христос воскрес, и в этом раскрывается великое значение Его крестного подвига и сила Его крови. Потому что смерть не могла удержать в своих объятиях того, кто сам есть источник жизни. Во время Пасхи мы много говорим о чуде воскресения Иисуса Христа. Но для меня, как для человека, читающего Священное Писание, чудом является смерть Христа. Бог есть Тот, о Котором сказано, мы им живем, движемся и существуем. Он сам есть жизнь сущий, то есть самодостаточный. И когда жизнь умирает на кресте, нас ради человека и нашего ради спасения, это непостижимо. Но это акт божественной любви. И смерть, очевидно, не могла долго удерживать Христа в своих объятиях. Таким образом, вера в воскресение Христова укрепляет и саму нашу веру, и саму нашу надежду. И вот о надежде мы будем говорить как о третьей причине, почему Христос воскрес. Это было сделано для того, чтобы усилить нашу с вами надежду, усилив веру, он решил усилить и нашу надежду. В связи с этим мы читаем первое послание Коринфянам 15-12. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» Это действительно укрепляет нашу надежду на собственное воскресение, истинно о том, что Христос смертью смерть попрал и сущим во гробе живот даровал. И еще в Писании сказано, это книга Иова, 19 глава, 25 и 27 стих. «А я знаю», – восклицает праведный Иов, «искупитель мой жив, имеется в виду воскреснув из мертвых, и он в последний день восставит меня из праха, надежды сия пребывает в груди моей». Такую интерпретацию этого текста предлагает нам Септуагинта. То есть чудо воскресения Христа усиливает нашу собственную надежду на собственное воскресение. Таким образом, христианин воспринимает смерть как некую эпитимию от Господа, последнюю эпитимию, которую человек должен понести. И когда для нас гаснет сияние, свет этой жизни, мы входим во свет Христов. Четвертая причина, почему Христос воскрес, это было сделано и для того, чтобы упорядочить жизнь верующих в Него христиан. И об этом мы читаем в Священном Писании, это послание к кремлинам, 6 глава, 4, 9, 11 стих. Здесь говорится, «Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Вы слышите, братья и сестры, последствия воскресения Христова – это хождение верующих в Него в обновленной жизни. И несколько ниже сказано, «Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает». И ниже, «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога». Чудо воскресения преображает нашу жизнь, чтобы мы ходили в обновленной жизни. И это чудо, которое дарует нам нравственное и моральное собственное воскресение. То есть подлинная жизнь во Христе и со Христом, подлинное воскресение духовное начинается не за гробом, а именно в этой временной жизни. И пятая причина, для чего Христос воскрес, как мы прочитали, так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, почему это надлежало Ему, это было сделано по следующей причине. Подобно тому, как Он претерпел зло, смерти, ради избавления нас от зла, греха, таким образом Он был прославлен в воскресение ради пробуждения нас к добру. И смотрите, что сказано в Священном Писании, мы сегодня уже вспоминали эти слова, «предан за грехи наши и воскрес для оправдания Дашего». Почему это так важно? Человек не может творить подлинное добро, пока он не решит вопрос с прежде содеянными грехами. Они все время будут нависать над Ним прежде содеянной грехи. Они все время пытаются нагнать нас и нанести нам предательский удар в спину. Но, будучи оправданы кровью Иисуса Христа, мы свободны от власти греха, от власти дьявола и от власти страха смерти. И в эти дни, когда многие люди буквально съедаемы от грядущих ужасов на Вселенную, мы торжественно возглашаем, что смерти нет, а есть жизнь во Христе и со Христом, которая торжествует для всех верующих в Него, в Христа Иисуса, христиан. Мы знаем, где похоронен Карл Маркс. Мы знаем, где похоронен, пребывает в Мавзолее, в пространстве, чуть ниже земли, Ульянов-Ленин. Мы знаем, где похоронен основатель религии ислама, это Медина. Мы знаем, где похоронены многие и многие исторические деятели. Но есть гроб, это гроб Господень в Иерусалиме, который пуст, потому что наш Господь воскрес. И все умершие лежат в своих могилах и ожидают правосудность Божию над собою, когда Господь воскресит их и приведет на суд. Но наш Господь жив. Он жив для каждого из нас, потому что все, что Он делал, Он делал нас ради человека и нашего ради спасения. и Он желает поделиться своей жизнью с каждым из нас. И евхаристически мы вкушаем эту жизнь, новую жизнь во Христе и со Христом, когда причащаемся Его живого тела и Его живой крови, которых не коснулось тление. Тление – это удел всех тварных существ. Но Христос в Своем Богочеловечестве преодолевает это тление, побеждает Его, в том числе и для нас, чтобы, воспрянув из могилы, в день суда мы просияли бы светом веры, ибо в день суда праведные будут объяты Божественным светом, а нечестивые будут пребывать в помрачении. Пасха – это источник нашей надежды, это источник нашей веры, это источник нашей любви, потому что тот, кто оправдывает нас от всякого греха и преступления, он вызывает в сердце нашим колоссальную любовь, ибо он предоставляет милостиво нам возможность начать жизнь сначала с чистого листа, и от Пасхи к Пасхе мы переживаем этот призыв начать жизнь заново, ибо воскресение – это преодоление смерти. Духовное воскресение для каждого из нас – это преодоление смерти нравственной и моральной. Как я часто объясняю, каждый религиозный праздник, он является неким призывом к нашей совести. Так, праздник Рождества Христова вопрошает нас, а родились ли мы свыше? Праздник преображения Господня вопрошает нас, а преобразилась если жизнь наша в Боге и с Богом. Праздник воскресения Христова призывает нас совоскреснуть со Христом Иисусом действием благодати Духа Святаго, дабы ходить в обновленной жизни. С праздником вас, возлюбленные о Господе, отцы, братья и сестры, Пасха торжествует над планетой, смерти нет, она в испуге бежит прочь, Христос воскресший, залог вечного воскресения для всех верующих в Него. Христос воскресе, воистину воскресе! Христос Христос